Субтитры подогнал «Симон» Дорогие друзья, добро пожаловать в нашу программу «Шахрит и кофе» с гостем Ушпизим. У нас в гостях сегодня Джейми Хилсон, и он является руководителем группы, которая у нас будет участвовать на наших потоках. Соединительные потоки, которые пройдут у нас, или проходят, если вы смотрите онлайн, с 22 по 24 числа. Эта команда приехала из Тел-Авива, и мы рады тому, что у нас мы хотим пообщаться о том, что Бог делает. Я просто поздравляю вас к нашим зрителям, что вы приехали из Тел-Авива. И просто расскажите нам больше о том, кто вы и о том, что вы делаете, и о том, что Бог делает в Тел-Авиве, или в Израиле в целом. Итак, моя история – она длинная история. Я переехал в Израиль, когда мне было 4 года. В 80-х годах мои родители переехали, чтобы начать общину, которая называлась «Царь царей». И я в музыке вовлечен с малых лет. Мой музыкальный путь очень длинный, с различными такими переходами. В начале 2000-х я начал команду, группу, которая называлась «Живые люди». И мы пели, играли рок-музыку. Мы в клубах играли, по миру ездили. Но до протяжения всех этих лет я был глубоко вовлечен в поклонения. В общинах. И также я был вовлечен в продюсирование альбомов. Первый альбом я выпустил в 2004 году. И этот альбом назывался «Слава нашему Богу». А теперь мы называем «Слава Богу-1», потому что всего у нас уже 5 альбомов. Пять альбомов, и они живая музыка, живое поклонение. И это как бы стало интернациональным представлением израильского поклонения. И это началось 10-11 лет назад. На протяжении всех этих лет у нас были различные приглашения в различные места. Но это было настолько трудно, потому что мы столько усилий прилагали в продюсирование этих альбомов. А потом музыканты, они уезжали в разные свои города, где они жили. И в прошлом году мы приняли решение, что пора создать группу, которой мы бы были все время вместе. И называется группа «Микедем». И вот сюда мы приехали с этой группой. Причина, почему мы назвали группу «Микедем», и это означает «С Востока», потому что в Библии «Восток» означает «Рассеяние». И вот эта тема начинается в начале, в Библии. И многие люди не знают об этом. Не знают, что Адам был сотворен не в саду, в Едеме. Но он был сотворен за пределами, в восточной части Едема. И Бог взял его и поместил его в Едем. И эту тему мы видим сквозь Библию, через Авраама. Мы видим с Вавилоном связано. И мы также видим с Храмом связано. И в Храм обычно входят с Восток, с восточной части. И «прийти с Востока» означает «прийти в Божье предназначение». Все люди в группе, они израильтяне, они выросли и родились в Израиле. Вот я лично родился в Канаде. Мне было 4 года, когда я переехал в Израиль. У нас есть два члена команды, это Шай и Гарон. Они вдвоем родились в Израиле. Габриэль родился во Франции, но он переехал, когда ему было 2 годика. И самый новый член команды, он с Украины. Его зовут Вадим, и он играет на бас-гитаре. Я не помню, в какой группе он играл, но он играл в популярной группе здесь, в Украине. Пять лет назад я впервые приехал в Украину с человеком по имени Рон Кентер, и группа людей со мной были тогда. Но этот раз будет совершенно другое время для нас, потому что мы приехали служить со своей командой. Поклонение для нас, это самая центральная часть того, что мы делаем. Я думаю, что мы имеем нечто такое уникальное, мы можем дать всем остальным людям в мире. Наша группа поет на еврите. Но мы приезжаем к вам, и мы не просто поем на другом языке. Практически вся наша музыка, все слова взяты они с Писания. И мы надеемся людям дать уникальную возможность и не только петь послание Библии, или слышать послание Библии, но также услышать этот звук Библии. Потому что Библия была написана поэтами. Поэты не всегда пишут значимые слова. Но они уверены в том, что они пишут красивые, то, что звучит красиво. И когда вы будете прислушиваться к тому, что мы поем, вы услышите, что слова, которые звучат, они написаны поэтами. И когда люди будут петь вместе с нами, они соприкоснутся с оригиналом. Дорогие друзья, у нас в программе сейчас были люди, или сейчас человек, который представляет молодую команду из Израиля. И я знаю, что многие, слушая его свидетельства, скажут, что Господь, как мне быть таким радостным, веселым, целлюстрируемым человеком, надеющимся на Господа, не постыдиться. Я знаю, что если вы обратитесь к Богу, Он всегда сможет вам помочь. Я бы хотел, чтобы сейчас мы помолились о том, чтобы Бог поднял ваши чувства, поднял ваше желание служить Ему, чтобы поклонение стало частью вашей жизни. Я хочу помолиться за вас. Абиноши Ваше Моим, Отец Небесный, благодарность тебе за этот день. И мы просим за Джейми, за всю команду, за сегодняшнее служение, где они будут делиться не только поклонением, но и словом к народу, который жаждет здесь Тебя, Господь. Мы просим, благослови эти прекрасные конференции, честь дни конференции в освежающей потоке. Мы просим, благослови их путешествие во имя, Ищего из Назарета. Амин. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok